Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». Яркое событие этой недели в Москве на ВДНХ на международной выставке-форуме «Россия» был День Карачаева Черкесской Республики. Была фермерская ярмарка, демонстрация возможностей и результатов работы региональных сельхозпроизводителей. В Доме российской кухни проходил гастрономический фестиваль «Россия. Территория вкуса». Он включал в себя демонстрацию пяти ключевых национальных гастрономических направлений в республике, а в павильоне – Дом культуры, выставка и мастер-классы мастеров народно-художественных промыслов. Экспозиция представила богатейшее материально-культурное наследие всех пяти народов Карачаева Черкесии, золотое шитье, плетение циновок, работа с войлоком, керамика, ковроткачество, обработка дерева, национальные костюмы. А в зоне культурных проектов состоялась презентация Карачаева Черкесской Республики главой региона Рашидом Тимрезовым. «У нас очень активно развивается туризм. Более 2 миллионов 300 тысяч гостей нашей республики посетили в 2022 году. В этом году мы предполагаем, что эта цифра выросит процентов где-то на 20. Но ближе к людям, наверное, все то, что мы сегодня делаем, благодаря тем решениям, инициативам нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. В первую очередь, это улучшение качества жизни населения Карачаева Черкесской Республики». Основа экономики Республики – это сельское хозяйство. Расскажите, как этот сектор сегодня развивается и много ли населения в нем задействовано? Ну, вы знаете, у нас на территории Республики около 60% населения – это сельские жители. И, безусловно, развитие сельского хозяйства, опять же, подчеркну, благодаря тем решениям президента, правительства Российской Федерации для развития сельских территорий. Одноименная программа комплексного развития сельских территорий принята правительством Российской Федерации, реализована с инвестицией сельского хозяйства. Что позволяет улучшить качество жизни именно сельским жителям. И при этом, конечно, идет развитие самой отрасли сельского хозяйства. Но мы, наверное, все-таки больше по мясному скотоводству, по интенсивному садоводству. Мы являемся одним из крупнейших в Российской Федерации по поголовью баранины и козоводству. И при этом активно развиваем отрасль овощей и фруктов. Мы начинали в 2017 году с 200 гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа. Сегодня мы уже перешагнули черту в 2000 гектаров. При этом параллельно создаем на сельских территориях сельхозкооперативы. Но активно занимаемся интенсивным садоводством. И также занимаемся строительством фруктохранилищ. Планируем приступить в 2024 году к строительству самого крупного в Европе плодохранилища, овощехранилища на 60 тысяч тонн. И считаем, что сельское хозяйство – это такой драйвер нашей экономики наряду с промышленным производством и туризмом. Промышленность ведь тоже не стоит на месте. Расскажите, как она развивается и кто основные налогоплательщики? Ну, если брать промышленность, то, наверное, основные налогоплательщики – такие крупные предприятия, в принципе, и в объемах всей нашей страны, юга России в частности. Такие предприятия, как «Кавказцемент», такие предприятия, как «Горнообогатительный комбинат» уральской горно-металлургической компании, которым уже по 50 лет со дня основания, где работает большое количество людей, предприятия проводят и модернизацию, предприятия, в том числе не забывая про экологию, про направленность экологическую. Наверное, вот они, и, конечно же, компания «Русгидро», мы тоже начинали в 2011 году со строительства одной гидроэлектростанции, то вот за эти годы, за 12 лет мы построили уже 4 гидроэлектростанции и одну уникальную гидроэлектростанцию, гидроаккумулирующую электростанцию. Их, по-моему, всего две в нашей стране. «Русгидро» тоже является крупным налогоплательщиком. И самое главное, что стабильные рабочие места с хорошей заработной платой, высокотехнологичные рабочие места. Ну, конечно, это полезные ископаемые у нас, и вольфрам, и руда, и медь. — Меняется облик городов, населённых пунктов, строится новое жильё, и в том числе коммерческие постройки. Расскажите, насколько они востребованы? — В прошлом году у нас был исторический рекорд за всю историю Карачаева-Черкесии по введённому жилью. Это более 310 тысяч квадратных метров. Для небольшой республики это очень много. Это дважды было больше, чем даже в советское время то, что строилось. Но в этом году мы уже выросли на 20%, уже 360 тысяч прогнозов, мы сдаём 360 тысяч квадратных метров жилья. А что говорить об обликах городов, то, опять же, национальные и федеральные проекты, которые сегодня позволяют, это доступная, комфортная городская среда, реально меняется облик наших городов, населённых пунктов не совсем больших. Это и парки, и зоны отдыха, это и облик центральных улиц. — Как раз вы затронули тему комфортной жизни. Газификация активно сейчас тоже происходит. 83%, насколько я помню, газифицировано в Карачаево-Черкесии. Как проходит социальная газификация? — По социальной газификации мы работаем достаточно упорно совместно с Газпромом, Межрегионгазом, с политической партией «Единая Россия». Мы входим в восьмёрку лучших регионов России по исполнению социальной газификации. И здесь уже более 8,5 тысяч домовладений воспользовались этой опцией. — У вас ведь всё-таки спортивный край. Как идёт развитие массового спорта? — Вы знаете, опять же, 10-11 лет назад активно физическая культура и спорта, если мне память не изменяет, занималась порядка 11%. То сегодня занимается 55-57% населения. И те задачи, которые ставит Владимир Владимирович Путин перед нами о том, чтобы к 2030 году активно в физической культуре и спорте занималось как минимум 70% населения разновозрастных групп. Я думаю, мы к этому показателю обязательно придём. И что-то мне подскажут, что придём раньше, потому что благодаря, опять же, такой мощной поддержке правительства Российской Федерации мы построили более 200 спортивных объектов. — Вот буквально впервые у нас в следующем году появится Ледовый дворец. Ну, так как мы Южная Республика, у нас его не было. Ну, вот в следующем году мы открываем Ледовый дворец. В прошлом году в рамках празднования столетия мы реконструили, а по сути построили центральный республиканский стадион, который торжественно открыли. Поэтому развитие идёт. — Туристы к вам в том числе затем и едут, потому что природа располагает, да, поклонники лыж, сноубордов, Донбай. Расскажите, как регион сегодня готовится к встрече большого количества туристов? Насколько готов гостиничный фонд? — В результате эксплуатации и управления курортным комплексом, всесезонным курортным комплексом «Архыз» зашла компания «Горные вершины», у которой есть достаточно богатый, хороший, самый главный, классный опыт управления курортами «Красная поляна» в Краснодарском крае. Здесь есть планы, синхронизированные с правительством Российской Федерации, с Министерством экономики, у республики, управляющей компанией о том, чтобы к 2030 году мы планируем увеличить кратное количество мест размещения, мест пунктов питания и всей той необходимой инфраструктуры для развития полноценного курорта. Это и строительство новых канатных дорог, строительство новых горнолыжных трасс. Туристов мы ждем не только зимой, не только горнолыжников и сноубордистов. «Архыз» и «Дамбай» очень популярны и по туристическим летним маршрутам, и по переходам, и по хайкингу. — Ну что ж, Рашид Бориспевич, спасибо вам большое за этот разговор. — Спасибо вам большое. У нас спектр. В Черкесске состоялась 28-я конференция Карачаева-Черкесского оригинального отделения Всероссийская политическая партия «Единая Россия». В ходе заседания подвели итоги года и избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве 17 декабря. Далее расскажет Дарья Тендит. В 28-й конференции приняли участие делегаты, избранные от местных отделений партии, члены регионального полицовета и приглашенные участники. Председатель парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов отметил позитивные изменения во всей республике благодаря слаженной работе, мониторингу и быстрой ликвидации нарушений. Сейчас ведутся капремонты школ, помимо сферы образования и строительства спорт-объектов и домов культуры, социальная догазификация, благоустройство общественных территорий и домов. На протяжении всего времени оказывается помощь семьям мобилизованных, отправляют необходимые грузы на СВО. И именно люди – наша главная ценность партии. «Единая Россия» была создана по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И все, что мы делаем в нашем регионе, связано с поддержкой курса нашего лидера. Это устойчивое и стабильное развитие, повышение качества жизни людей, решение повседневных и насущных проблем. В рамках конференции открытым голосованием были прекращены полномочия пяти членов политического совета партии. На их места были избраны новые. В состав президиума регионального политического совета путем тайного голосования был избран депутат Госдумы Российской Федерации Султан Узденов. Его кандидатуру поддержали 272 делегата. После избрали делегатов от Карачаева-Черкесии в Москву на 21-й съезд партии. На съезде будут также подняты вопросы ротации, обсуждаться повестка на следующий год, план действий партии на выборах президента и очередной выборный цикл, который будет проходить в 2024 году. Делегаты выбирались по предложениям местных отделений, кандидатуры сегодня будут обсуждаться и конференция сегодня утвердит все эти вопросы, которые будут на повестке. По итогам конференции делегатами избрали учителя 17-й гимназии Черкеска Назиру Абдуразакову и учителя 1-й гимназии Аула Псыш Альбину Нурлиеву. 21-й съезд партии «Единая Россия» пройдет на ВДНХ в Москве 17 декабря. Дарья Тендит, Мурад Жанкёзов, Вести Карачаева, Черкесия. «Рожденные энергии» – один из крупнейших проектов «Паурус Гидро» в области здравоохранения и направлен на оснащение перинатальных центров и родильных отделений больниц. Какое оборудование поступило в родильное отделение станицы Зеленчукской в рамках этого проекта в репортаже Аула Динаевой. Будний день родильного отделения Зеленчукской ЦРБ начинается с пятиминутки заведующей. Сколько поступило беременных? Беременных четверо поступили сегодня, всего 10 человек в отделении. После разбора каждодневной текучки медицинский персонал приступает к своим обязанностям. Ведь в их внимание и помощи нуждаются мамы и новорожденные. Этот малыш появился на свет накануне приезда нашей съемочной группы. С помощью нового оборудования неонатолог Амината-Джиева проверила крохи слух. Здорово, что есть такие приборы, которые сразу показывают здоровье малыша, что с ним все хорошо, все в порядке. Мама спокойна. Я хочу выразить благодарность всему медперсоналу больницы. Очень ответственные, очень отзывчивые люди. Современное оборудование для проверки слуха новорожденных родильному отделению Зеленчугской больницы в рамках проекта «Рожденные энергии» подарила компания «Русгидро». У нас был старенький аппарат, он сломался. Сейчас аппаратура стоит очень дорого, поэтому это значимый подарок. Мы очень рады, довольны. Теперь нашим деткам неонатолог проверяет слух, и если есть проблемы, их направляют к сурдологам, чтобы они пораньше начали заниматься здоровьем ребенка, рассказывает заведующее отделение. Лет пять назад «Русгидро» нам дарил аппарат КТГ, тоже очень хороший, мы довольны, потому что, да, сейчас ценник такой, что сама больница приобрести это не в силах. Тем более у нас роддом маленький, по сертификатам денег получается тоже мало, а по современной стоимости реально невозможно приобрести это, потому что в основном все пускаем на медикаменты, чтобы, по большому счету, наш роддом обеспечен медикаментами, можно сказать, на 99%. Тима Хубиева – выпускница Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова. После окончания вуза вернулась на малую родину и 11 лет работает в этом лечебном учреждении. Вместе с заведующей Галиной Солдатовой они ежедневно проводят операции. В неделю у нас варьирует от двух до пяти, иногда и семи операций в неделю, в день одна-две операции у нас. Сейчас мы активно начали использовать гистроскопию, она у нас зависла некоторое время, они работали. Делаем практически все операции, которые возможны. Завершается год, 2003, каким он был для вас, для вашего отделения? Для нашей службы акушерско-гинекологический был хороший. Хотелось бы, чтобы наступающий 2024 был такой же хороший. Без потерь, слава Богу, и чтобы все было хорошо. Дай Бог, чтобы каждый год так заканчивали без потерь. Это на самом деле счастье. С начала 2023 года в Зеленчукской больнице на свет появилось 318 детей. Сердечко, видишь, стучит хорошо, все нормально, все благополучно. А главная мотивация для дальнейшей работы медицинского персонала родильного отделения? Очень приятно, когда ты осознаешь, что ты помогаешь рождению ребенка, что у мамочек появляются слезы, радости на глазах. Мы стараемся по максимуму уделить внимание беременным, родильницам, максимально уделить внимание деткам, чтобы выходили из нашего роддома довольные, счастливые. А эффективность работы отделения основана на слаженном взаимодействии всех звеньев. Коллектив у нас очень дружный, очень хороший. Акушерки очень все грамотные. Работают уже много лет. Понимаем друг друга с полуслова. Поэтому я коллективом довольна. Профессионализм кадрового состава занимает ведущее место. Но и техническое оснащение родильного отделения не менее важный вопрос. Конечно, мы очень хотели, чтобы сделали ремонт, хотя бы косметический. Самая основная проблема – это у нас напольное покрытие, которое не выдерживает критики. Да, оно уже давным-давно износилось. Но в современном мире это очень тяжело произвести. Поэтому из оборудования чисто для работы нам крайне необходим аппарат ИВЛ для новорожденных. Да, у нас его нет. И когда появляются тяжелые детки, приходится рукой производить ИВЛ, пока приедет реанимация из Черкесии и заберут этих деток. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас реклама, после продолжим. Жарков дарит шанс выиграть ценные призы, а также главный приз – автомобиль. Покупай подсолнечное масло Жарков с акционной этикеткой. Регистрируй промокод с 1 октября по 30 декабря на сайте акции. Жарков. Вкусно всей семье, выгодно хозяйке. С 23 декабря в Кисловодском цирке премьера новогоднего шоу «Дикая планета». Авторские декорации, головокружительные трюки, разнообразие животных и яркие спецэффекты огрузят вас в мир смежной сказки дикой планеты. В преддверии Нового года хирургия катаракты со скидкой от 20%. В клинике высоких технологий микрохирургии глаза. Ессентуки, Гоголя 80. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Внимание! С 13 по 16 декабря распродажа ивановского текстиля и трикотажа. Одеяло, подушки, матрасы, комплекты постельного белья, полотенца, халаты, пижамы, носки и многое другое по низким ценам. Черкесск, улица Горького, 8. Центр предпринимательства. Уважаемые жители республики! Еженедельно, по вторникам с 15 до 18 часов по адресу Черкесск, улица Свободы, 64 Ю, дропе 1, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов Карачаевой Черкесии, майор внутренней службы Рамазан Урусов, проводит прием граждан по вопросам взыскания алиментов на содержание детей. Граждане могут обратиться к главному судебному приставу республики без предварительной записи. Также рекомендуют заранее сообщить о своем планируемом обращении для максимально предметной подготовки решения вопроса к моменту приема и принятия соответствующих мер. По вопросам записи на прием можно обратиться по номеру код города 8 878 2 21 45 41 и 21 56 18. Возможно использование сервиса «Запись на личный прием», размещенного в разделе «Обращение», «Личный прием граждан» на сайте управления. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Символ вечной памяти в Зеленчукском районе на территории войсковой части посадили аллею памяти. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Кедр России» в честь героев специальной военной операции. Подробнее расскажет Дарья Тундит. Дружба воинов непоколебива света. Она не умирает никогда. Мы по оружию родному брату воздвигнем памятник на долгие года. Соединим же верные сердца и скажем, как невелика утрата. Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание российского солдата! После победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества приняли военнослужащие российской армии, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции. Войсковая часть 20.096 в знак памяти и уважения приняла участие в проекте «Кедр России». Акция началась с торжественного митинга на территории части, в котором приняли участие руководство и личный состав воинской части, духовенство и юноармейцы. Наш долг – сделать все, чтобы о подвиге знали и помнили наши дети и внуки, поделился командир военной части Сергей Прибытков. Важно вовлечь нашу молодежь в социальную деятельность. Сегодняшнее мероприятие – это начало будущей аллеи памяти героев, специальной военной операции. Таким героем был наш земляк, полковник Ерманов Игорь Викторович, который погиб 1 сентября 2022 года. Я хочу, чтобы эта аллея кедров, которую мы посадим не только на территорию нашей части, но и на территории нашего гарнизона, способствовали связи поколений и гордости из наших сегодняшних героев. Юноармейский отряд в гарнизоне военной части назван в честь погибшего героя Игоря Викторовича Ярманова. Почти все они – дети офицеров. Кто-то из их отцов погиб, другие, рискуя жизнью, продолжают сражаться на передовой. Воспитание молодежи происходит на живых примерах отважных подвигов героев. Аллея, по словам ребят, для них не только память, но и дань уважения военнослужащим, которые защищают нашу родину, память о тех, кто погиб. Я горжусь своим отцом очень сильно. И мне, грубо говоря, повезло, что у меня сейчас все хорошо, то есть я могу увидеться с папой, когда он приедет в отпуск. У некоторых людей такой возможности нет. Как бы им было бы приятно, что о их отцах осталась память. Наше молодое поколение, вступив в строй юно-армии, показывает большой пример. И это будущее нашей страны. Я хочу, чтобы мой сын стал настоящим мужчиной и стал будущим нашей страны. И чтобы я смог гордиться им всю свою жизнь. Участие в акции является целью экологического и патриотического воспитания. С давних времен кедр восхищает людей своей природной мощью и жизнестойкостью. Все участники мероприятия, вооружившись лопатами, приступили к посадке саженцев. Символа памяти и уважения. Вырастить такую аллею не только чудо, но и гордость. Есть вещи, которые переживают нашу жизнь, которые продолжаются в вечность. И эта аллея славы, аллея памяти наших героев, и живых, и тех, кого уже с нами нет, она будет напоминать всем о том, что человек может сделать дело, которое переживет его и его детей, и даже может быть. Потому что многолетние деревья, которые здесь сейчас посажены, они долго будут согревать сердца тех, кто будет на них смотреть с памятью о наших героях. Кедры скоро подрастут и станут символом вечной славы наших героев. Дарья Тензит, Ольга Савенко, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Несмотря на то, что хутор Новоисправненский Зеленчукского района не густо населенный пункт, в нем проживает всего около 400 человек, люди здесь творческие и организовали пять кружков и столько же коллективов. Сейчас репетиций нет, но хуторян это не огорчает, потому что в здании Дома культуры, где они занимались творчеством, идет капитальная реконструкция. Об истории уникального исторического здания, построенного в советский период, в репортаже Алла Динаевой. Красивое белое здание с колоннами бросается в глаза каждому, кто бывает в хуторе Новоисправненский. Этот дом культуры построен в 1957 году колхозом-миллионером по индивидуальному архитектурному проекту, и такого второго здания в Карачаево-Черкесии больше нет. В хуторе они обратились к главе республики с просьбой возродить их ДК, и в начале года ремонтные работы начались, и здание преобразилось на глазах. Глава республики нам поручил отремонтировать этот ДК, потому что жители самостоятельно к нему обращались за помощью в реконструкции. Работы начались у нас в этом году, в начале 2023 года, по программе «Комплексное развитие сельских территорий». И это у нас годовой проект, планируем завершить работы к концу этого года. Вы уже видите, что мы тут уже на завершающем этапе. Работы идут в полном ходом, в полной мере. И надеюсь, что всем понравится, всем гостям, которые будут приезжать к нам. Хуторы Новоисправненские и Фроловские относятся к исправненскому сельскому поселению. И во всех этих трех населенных пунктах – колхозом. Построены три дома культуры по различным проектам, которые до сих пор остаются единственными такими зданиями в республике. Колхоз «Миллионер» имени 22-го портсиезда КПСС мог себе позволить. И для того, чтобы жители занимались не только сельским хозяйством, развитием, и могли отдыхать, могли приходить на мероприятия, колхоз строил, содержал эти ДК. И когда во время перестройки, во времена перестройки, во времена развала Советского Союза, нам были переданы эти ДК, уже колхозам были переданы на баланс администрации исправненского сельского поселения. Здание ветшало, но все эти годы ДК функционировал без перерыва, хотя нормальных условий не было. Отопление у нас было проведено, но не топилось. Я 30 лет здесь работаю, за 30 лет мы ни разу здесь не топили. Самое главное, что подвели воду, потому что приходилось из дому привозить, чтобы полы помыть, для элементарных. Проведены наружные работы здания, заменена крыша, а теперь есть и водопровод, и отопление. На время ремонта директор Дома культуры частый гость и говорит, что является общественным контролем. Танцоры мои, они очень хотят на красивой сцене, в красивом зале. И жители тоже спрашивают, когда будет открытие. Все очень ждут, что здесь будет тепло, но красота неимоверная. Раньше кабинет фельдшера был в здании ДК, но три года назад в хуторе построили новый ФАП, а в помещении медпункта решили перевести библиотеку. Отремонтированы и комнаты для творческих кружков и коллективов. Преобразился и балкон актового зала. Заполнен ряд жителями просто, а гости или там, может быть, какой-то конкурс, члены комиссии будут располагаться здесь, когда они будут влиять. Это будет, ну, может быть, по-своему. При реконструкции строители учли уникальность здания и сохранили различные элементы декора, лепнину. Работы по капитальному ремонту в ДК завершаются. О старом здании здесь сейчас напоминают только перила, но их здесь через несколько дней уже не будет. Но и здесь, самое главное, есть еще и балкон, выход на улицу, откуда открывается прекрасный вид на центр. Численность этого населенного пункта тогда доходила до тысячи, и партийное руководство в юбилейные даты к станичникам обращалось с этого балкона. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Зеленчукский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго!